Вы можете здесь увидеть некоторые несоответствия. Когда мы работали с датасетом про вина, у нас каждая бутылка вина описывалась 13 признаками. И это был некоторый одномерный тензор, который соответствовал бутылкой вина. И соответственно, batch был двумерным тензором. А здесь у нас немножко другая ситуация, когда у нас каждая картинка описывается двумерным тензором. Надо что-то с этим сделать. Я предлагаю растянуть эту картинку в один длинный вектор. И тогда каждый пиксель найдет свое место в этом длинном векторе. Конечно, потеряется некоторая информация о том, какие пиксели были рядом, какие находились далеко. Но в принципе нам этого хватит. Растянуть наши картинки нам поможет функция reshape. У нас был тензор x-strain, это трехмерный тензор, а мы хотим двумерный тензор, где первая размерность сохранится, будет 60 тысяч изображений. А вторая размерность растянется. Было 28 на 28, а получится одна размерность 784 пикселя. Если мы применим reshape и к трейну, и к тесту, у нас получатся уже двумерные тензоры x-strain и x-test. И их уже можно передавать в полносвязанную нейронную сеть. Давайте создадим такую нейронную сеть. Она будет очень похожа на ту, которую мы создавали для вин. Она точно так же будет состоять из нескольких полносвязанных слоев. Здесь будет их два. То есть fc1 это fully connected один слой, на вход к которому приходит 28 на 28, то есть вот эти вот 784 пикселя. Далее они передаются в n hidden neurons, которые мы можем как угодно задавать в зависимости от того, сколько нам нужно информации в скрытом слое. После этого у нас будет сигмоидная активация, чтобы добавить нелинейность. И после этого, после активации, результат будет передаваться в еще один полносвязанный слой. На входе у него n hidden neurons, то же самое значение, а на выходе 10. Потому что у нас 10 классов. Это цифры от 0 до 9. То есть у нас клочификация на 10 классов. Кроме того, нужно написать функцию forward, которая пропускает вот tensor x через все эти слои последовательно. Full connected, активация, Full connected 2 и выдает результирующий tensor, который являет собой выходы из второго полносвязанного слоя размера 10. Давайте создадим такую нейронную сеть, назовем ее mnist.net. Скажем, что у нее внутри 100 скрытых нейронов. Пока что пропустим закомментированные части, они нам понадобятся потом. Кроме того, нам понадобится loss, точно так же, как и в датасете с видами. Это будет cross-entropy, потому что это loss, который используется в классификации. Нужно подчеркнуть, что функция cross-entropy loss на вход принимает не вероятности, а те выходы, которые до softmax. То есть функция forward, которую мы написали, не задержала softmax. Потому что мы хотим немножко ускорить наши вычисления, избежав softmax. Для ускорения вычисления можно softmax и cross-entropy соединить в одну функцию, и тогда будут немножко быстрее и стабильнее выполняться вычисления. Еще нам нужен оптимизатор, то есть некоторый метод градиентного спуска. Здесь это ADAM, практически золотой стандарт. Мы берем learning rate 10-3, вы можете попробовать какой-то другой, может быть сойдется лучше. И на вход ADAM передается, как и в прошлый раз, все параметры нейронной сети. То есть у нас оптимизируются параметры нейронной сети, это ее веса, то есть те значения, которые хранятся в нейронах. Мы оптимизируем именно их. Поэтому мы передаем именно их внутрь оптимизации. Продолжение следует... Продолжение следует...